Приветствую, мои дорогие! Сегодня у нас вторник, 23 июля 2024 года, цвет красный, алый, день Иоанна Крестителя, день Архангела Архистратига Гавриила, второго после Архангела Михаила, стоящего у престола Божия, особого посланника Божия. Сегодня день Ариса Марса, в язычестве Бога войны, разрушений, завоеваний, достижений и побед. 21 июля мы отметили воскресенье, большой праздник, а именно день явления Пресвятой Богородицы в ограде Казани в 1579 году. То есть это 445 лет, юбилейная дата, выпала на воскресный день. Вы знаете, что я серию начал передать по поводу икон Божьей Матери, чтобы мы с вами знали, за какую часть Россия отвечает. И вот Казанская, как я рассказывал, подверстаю, отвечает за Восток России. Но не задай мне, задай мне, я расскажу сейчас о двух других иконах, а именно за Восток России. Значит, икона явилась в 1579 году при особых обстоятельствах, когда покорением Казани под покровом Пресвятой Богородицы было завершено дело, начато еще в XII веке, святым князем Андреем Боголюбским. Значит, вот с тех пор российская держава мечтала покорить Восток, где существовали языческие и исламские орды Казанского ханства и Сибирского ханства. И мы знаем с вами, кто историю изучал, что именно Иоанн Грозный покорил и одно, и второе ханство. И вот Казанская икона Божьей Матери как раз связана с этими великими событиями. Особенно способствовал возвышению православия среди волшебских магометан явлением в городе Казани 8 июля по старому стилю, 21 по-новому, 1579 года чудотворной иконы Божьей Матери. И дальше я немножко прочитаю текст из сайта православия. Я его почитаю, этот сайт, люблю много лет, уже лет 20, наверное, подписчик на этот сайт. Трудно шло дело проповеди Евангелия в покоренном царстве среди закоренелых мусульман и язычников. Пресвятая Богородица, покровительница проповедников Слова Божия, еще в земной своей жизни, разделявшая со святыми апостолами благовестнические труды, видя старания русских миссионеров, не замедлила послать им небесную помощь, явив свою чудотворную икону. Значит, 28 июня, это 11 июля, значит, по-новому стилю, 1579 года страшный пожар, начавшийся около церкви святителя Николая Тульского, истребил часть города и обратил в пепел половину Казанского Кремля. «Злорадствовали» – вот этот текст мне нравится – «злорадствовали поклонники Магомета, думая, что Бог прогневался на христиан». Цитата. «Вера Христова», – говорит летописец, – «сделалась притчей и поруганием, но пожар в Казани явился предзнаменованием окончательного падения ислама и утверждения православия на всей златоордынской земле, будущем в востоке русского государства». Какие слова! Мед просто! Мед! Читать надо русским людям эти слова. Город вскоре начал вставать из руин вместе с другими погорельцами. Недалеко от места начала пожара строил дом стрелеца Даниила Анучин. Его девятилетней дочери Матроне явилась соном видения Божьей Матери и повелела достать ее икону, закрытую в земле, еще при господстве мусульман тайными исповедниками православия. То есть ее спрятали. В Казанском ханстве, которые захватывали рабов, продавали их в отобру русскому государю, вы знаете, была политика такая, у всех русских государей выкупать пленников. И эти, так сказать, торгаши-рабовладельцы, мусульмане, язычники того времени, они и сейчас существуют, вы знаете, рабовладения, значит, в Албании, там в других странах оно есть, они спрятали эту икону. И вот девочке несколько раз явилась Божья Матерь, она трижды обращалась и, наконец-то, указала место, и стали рыть в указанном месте, обрели святую икону. На место чудотворного обретения прибыл во главе Духадвенства архиепископ Иеремия и перенес святой образ близ расположенный храм во имя святителя Николая, откуда после молебна перенесли его с крестным ходом в Лаговенщинский собор, первый православный храм города Казани, воздвигнутый Иоанном Грозным. Лаговенщинский. Во время шествия получили исцеление два слепца, Иосиф и Никита. То есть было удостоверено, что казанская икона подлинная, то есть чудотворная, во-первых, и явленная особым образом, вот таким образом. Сразу и получила название она казанская. Честь города Казани. Это все актуально, то, что я вам рассказываю, потому что мы недавно обрели эту икону. Она обратно к нам вернулась. Вот кто следит за событиями. В общем, вот этот праздник, значит, мы отмечаем, 21 июля отметили, воскресенье. То есть покровительница Казани, покоренного татарского ханства, и далее на восток пошли. Взяли мы и, значит, сибирское ханство и впоследствии дошли до самого Тихого океана. 4 ноября мы отмечаем другой праздник, день освобождения от поляков, жидов, поляков и иноверцев разных. Там и шведы были, и литовцы. Там вся эта шобла была западная. И вот 4 ноября мы будем отвечать другой праздник. Он выпадет на понедельник. Значит, этот выпало, эта Казанская, 21 июля, ее явление выпало на воскресенье, а 4 ноября будет понедельник. Это все хорошие даты на ближайший год, как минимум, для Востока России в плане его защиты, развития, процветания, усмирения бунтов, национальных там и других. Что с точки зрения освобождения Кремля 4 ноября, когда этот праздник мы отмечаем, вы помните, в 1612 году ополчение и, значит, освобождение Кремля и Москвы от вот этой всей шоблой западной католической, и иже с ними, то там понедельник. Значит, это эмоции, это волнение, это тревоги, это беспокойство, связанное с политическими, социальными событиями, продолжение войны и так далее и тому подобное. Вот праздник Казанской иконы 4 ноября говорит, что на два года вперед, понедельник-вторник, то есть понедельник в этом году, в 25-м это вторник будет, то есть до 4 ноября 26-го года Россия, Москва, Кремль будут атаковываться западными ордами, странами НАТО, этой всей Украины, под ноги и павшие этих всех католиков и прочих нечисти. Значит, так что вот здесь будут сложные времена. А вот именно восток России, это воскресенье и понедельник квадряд, это более-менее слава Богу. То есть это хороший расклад, который нас всех ожидает. Теперь по поводу покровительства Дальнего Востока. Самой древней, почитаемой, уцелевшей, неувезенной, не погибшей иконой является Албазинская икона Божьей Матери Слово Плоть Бысть. Значит, она находится в Благовещенске с древнейших времен. Значит, ее почитание было еще синодом в 1895 году при государе-императоре Святом Мученике Николае II Многострадальном значит, обозначен ее день как 9 или 22 марта. И вот 22 марта Албазинская икона Престой Богородицы в Благовещенске, она, напомню, находится, на пятницу выпала. То есть у нас два тяжелого года пятница, суббота. Значит, что касается Амурской области, значит, что касается вот ближайших территорий Хабаровска, Амурской области, потому что список чудотворной иконы Албазинской, он еще в Хабаровске есть. Значит, в Успенском соборе. А сама икона находится икона XVII века. Одна из древнейших вообще в России, и тем более на Дальнем Востоке. На Дальнем Востоке самая древняя. Она в Благовещенске, в Благовещенском соборе пребывает. Ее дата 22 марта. Если хотите, запишите, запомните. Вот она покровительница Дальнего Востока. А есть еще Порт-Артурская икона Божьей Матери. Значит, торжество Пресвятой Богородицы называется. Вот. Она была в начале XX века, а именно 11 декабря 1903 года. Ее принес старый матрос Федор Катанский, участник обороны Севастополя. Она ему явилась, эта икона, и по этому явлению ее написали. То есть, вот он написал, как все было, и она была, эта икона написана. Значит, в 98-м году она была выкуплена в Иерусалиме, в антикварном магазине. Ее обнаружили. Значит, и 6 мая 1998 года после оформления всех необходимых документов икона вернулась в Россию. Это была целая история. Я как раз там находился, радовался этим всем событиям, рековал. Это целый праздник был Дальнего Востока. Она покровительница воинства Дальнего Востока, покровительница Приморья, Владивостока, Курил, Сахалина, всего воинства и флота Дальневосточного, нашего. Поэтому с ней очень много интересных событий связано, великих. Ее праздник отмечается раз в году, 29 августа, в день нерукотворного лика спасителя, спасения рукотворного образа. 29 августа он отмечается. 29 августа в этом году у нас на четверг выпадает. То есть это благодатное время. У нас есть один год хороший, чтобы укрепить флот, армию, территории, порты, границы и так далее и тому подобное, потому что в следующем году будет пятница, а потом суббота. То есть до 29 августа 2025 года у России есть время. Вот на это указывает порт Артурской иконы и то, что мы ее в четверг в этом году будем отмечать, ее день. Тем более юбилейный год 1904, то есть это 120 лет ее написания. Она не обретена была, она была написана по, значит, рассказу вот этого матроса, которому она явилась и потребовала, чтобы ее образ написали и провели по всей армии, потому что уже война, к сожалению, тогда с Японией была и там трагическая история, хотите, почитайте, я вам это рекомендую, кто любит историю России. Так что один год есть, чтобы навести порядок, защитить территории, порты, как я уже сказал, повторять не буду, а потом пятница-суббота, то есть 25-26 год и получается до 29 августа 27 года будут трудные времена, пятница-суббота, Голгофа и поминальный год на всем Дальнем Востоке. Что это будет, какие события, скорее всего, все это связано с Китаем, Тайванем, Северной Кореей, Японией, тем противостоянием, в который нас попытаются втянуть. Вот это такой мой прогноз. Так что вот, значит, 21 июля, воскресенье, казанское обретение, 4 ноября, освобождение России от ИГА, польско-жидовского, на понедельник в этом году выпадает, 22 марта Албазинская, мы в пятницу, этот день ее, значит, прославление почитаем, на пятницу выпало, и Порт-Артурская в этом году на четверг. Вот я вам рассказал про Восток России, Дальний Восток, кто, какие иконы покровительствуют России, чтобы вы на моем именно сайте, в Ютубе, такие вопросы знали. Так что у России заступничество Пресвятой Богородице, а покров Божьей Матери над всей Россией, вы это знаете. Так что даже вот в праздник покрова, когда началась война против Казанского ханства, значит, видение было Иоанну Грозному по этому поводу, что «Еди на Восток, на Казань, прекращая это преступление, которое там творится». И вот мы туда двинулись. Вот, собственно говоря, такая история. Спасибо, что выслушали. Ставьте лайки, продвигайте мой канал, подписывайтесь, записывайтесь на прием, звоните, пишите. Под видео есть куда, данные даны. Заходите на мои сайте, сайте в Одноклассниках, ВКонтакте, посмотрите, кто я такой, какие исторические материалы пишу, статьи мои можете посмотреть, фотографии. Я ничего не скрываю. И спасибо за донат. Идем дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!